Сегодня мы выбираем доски и катимся, набивать шишки или татуировки. Учимся вязать модные аксессуары из джута, мастерим воздушного змея и летим на занятия по ипотерапии, а также изучаем историю Омска по городским скульптурам. Летние дни уже вовсю шагают по улицам города, а вы до сих пор не придумали, как сделать их яркими и запоминающимися? Не волнуйтесь, у вас еще есть шанс наполнить их крутыми эмоциями и драйвом. Сегодня я расскажу вам об одном из самых экстремальных развлечений – о скейтбординге. Историческая родина и центром мирового скейтбординга считается Калифорния. Там каждый десятый ходит со скейтом в руке. Все началось в 60-е, когда калифорнийские серферы стали приделывать к своим доскам колеса, чтобы тренироваться на суше во время штиля. Сегодня скейтбординг – это полноценный земной вид спорта, с массой поклонников даже в Сибири, где особо не разгонишься, ведь короткое лето сменяет длинная зима. Если взять всех скейтеров, только начинающих, тех, кто катается давно, по разным районам всех собрать, наверное, 100 человек точно наберется. К новичкам всегда относимся нормально, никаких насмешек в их сторону нет, потому что они только начинают. Наоборот, способствуем тому, чтобы они как можно быстрее влились в тусовку, начали знакомство, расслабленно общались со всеми. То есть, наоборот, помогаем, поддерживаем всячески. Купил скейт и в путь. Так думают многие новички. А между тем, выбор подходящей доски требует особого внимания. Для начала определитесь, как вы собираетесь кататься. Для трюков – классический скейт, для спокойной езды по городу – лонгборд, а для скоростной – круизер. С одеждой можно не заморачиваться, главное – комфорт и практичность. Скейт надо выбирать на самом деле такой, какой нравится. Иногда дети катаются на больших, широких досках, а взрослые, наоборот, на маленьких, узеньких. Поэтому здесь при выборе вообще стоит ориентироваться на то, чем хочется заниматься. Попробовать постоять на скейте, посмотреть, как просто на нем стоять, комфортно или нет. Головокружительных взлетов без падений не бывает. В скейтбординге все как в жизни. Через каждые 2-3 прыжка, а то и чаще, спортсмены теряют равновесие. Чтобы встать на 4 колеса, а не на 2 колена, профессиональные скейтеры советуют новичкам не прыгать выше головы и тщательно оттачивать базовые элементы. А иначе… Никит, расскажи, как мне новичку первый раз встать на доску? Что нужно делать? Какие правила есть? В первую очередь надо определить, какая нога будет стоять впереди на скейте, левая или правая. Делается такой стандартный тест. Я встаю сзади, ты стоишь прямо, я тебя толкаю. Вот, ты выставил первую ногу правую, значит, все-таки у тебя будет стоять первая нога правой впереди. Смотри, чтобы не упасть, есть такой общий совет. Переднюю ногу надо стараться ставить за край вот эти два болтика. И теперь надо поставить заднюю ногу, плавненько ее передвинув прямо на болтике. Вот, она стоит вверху на болтиках. Переднюю ногу можно еще немножко развернуть. Чуть-чуть вот так, чтобы, да, чтобы две ноги примерно одинаково стояли. Вот, и это будет такая классическая стойка на скейте. Специальных площадок безопасных скейт-парков в Омске пока нет. Поэтому скейтерам приходится собираться на площадях, в парках и на автопарковках. Их можно встретить у памятника Михаилу Врубелю, рядом с Любочкой, на площади у цирка и в парке на Зеленом острове. Увлекательный и непредсказуемый скейтбординг – это не просто спорт, а образ жизни. И если вы все-таки решитесь попробовать это драйвовое развлечение и встанете на доску, то у вас точно отпадет вопрос, чем же занять свое свободное время. Жизни старого Омска, которые сегодня запечатлены в неподвижных памятниках, помогут нам поближе познакомиться с историей нашего города. С 1918 по 1919 год город был объявлен третьей столицей России, а все благодаря адмиралу Колчаку. В Омске находилась резиденция верховного правителя. Здесь он жил, работал и вошел в историю как руководитель белого движения. Дом Батюшкиных, где поселился Колчак, стал его неофициальной резиденцией. Именно отсюда он командовал и управлял сибирской армией. Во время гражданской войны все силы Колчака были брошены против Красной армии, и решением городских хозяйственных вопросов никто не занимался. Город был наполнен беженцами, солдатами, ранеными и военными. За короткое время население Омска выросло вдвое. В обществе начало нарастать недовольство. К тому же началась эпидемия ТИФа, а в коридорах правительства процветала коррупция. В результате всего этого последовал крах. И 27 декабря 1919 года адмирал Колчак подписал приказ об отречении от прав верховного правителя России. До сих пор все рассуждают, был ли он тем, кто провозгласил Омск новой столицей государства, или же лишь военным, который потерял свою власть, не сумев ее удержать. Говорят, если одинокая девушка присядет к Любочке на скамейку, то вскоре выйдет замуж. Но есть и другое поверье. Окажешься на фотографии с железной дамой, то пять лет жениха не видать. Поэтому я здесь засиживаться не буду. Статуя была установлена в 1999 году и имеет очень интересную и занятную историю. Любочка была второй женой генерал-губернатора Западной Сибири. Когда авторы создавали скульптуру, у них в распоряжении не было ни одного портрета Любочки. При работе они основывались на скупые архивные описания внешности девушки и полагались на свою фантазию. Уже немного позже один портрет девушки все же нашелся. Сходство скульптуры и портрета просто поражает. Тем временем, как Любочка купается в лучах славы и красуется на тысячи фотографиях, даме у самовара достается внимание лишь одного фотографа. А ведь история у нее не менее интересная. Полное имя дамы – Мария Александровна Шанина. Сидит она возле своего дома, построенного в 1898 году. Мария Александровна открыла здесь один из первых универмагов Омска. В магазине товар можно было купить как оптом, так и в розницу. Магазин славился широким ассортиментом платьев, драгоценных изделий, часов и мануфактуры. Здесь впервые в Сибири началось использование кассовых аппаратов, а также впервые начались распродажи. В этой боли, в отличие от любой другой физической, есть изюминка – предвкушение красоты. Так считает Виталий Мацко. Сантиметр за сантиметром его спину постепенно покрывает свежая татуировка в стиле неотрадишнл. Пока в некоторых местах видны лишь контуры. Полностью работа займет около 20 часов. Нет такого, что какой-то смысл закладывать. Это скорее как-то украшательство своего тела. Для меня главное, чтобы это было эстетично. И если вот там есть такой подход, да, чтобы в каком-то одном стиле продолжать и выбирать работы, которые будут так или иначе совпадать, наверное, это тоже немножко не моя история, поскольку я, ну, наверное, для себя так определил, вот все татуировки, которые на мне, это такие, знаете, калаш моей жизни. Сегодня татуировка уже не просто субкультура, а стильный фетиш. Хотя самой традиции украшать свое тело подобным образом уже более трех тысяч лет, в России это пока не настолько массовое искусство, как на Западе, говорят мастера. Сложные орнаменты, графика, акварель, идей и стилей много. Большинство трендов диктует интернет, блогеры, знаменитости. Табу становится все меньше. Так Иван Дремин, он же рэпер-фейс-обладатель тату на лице. Задают тенденции и сами мастера. Я работаю в черно-белом реализме и в трэш-польке. Трэш-полька – это довольно-таки непопулярная стилистика, ну, среди широких масс. То есть мы имеем основу черно-белого реализма и какой-то жесткий панк, наверное. То есть это газетные вырезки, какие-то кляксы, то есть имитация прям кисточки. И это всегда практически масштаб. То есть она может начинаться на шее и заканчиваться где-нибудь на ноге. Олдскул реализм – неотрадиция. Привычные направления теперь актуально смешивать с современными. За последние пять лет в индустрии появились новые стили. К примеру, блэкворк. Это красота простых форм, где тату выполняется исключительно черной краской и покрывает большие участки кожи. Востребован и минимализм – тонкие линии и небольшой размер. Бывают неожиданные тенденции. Так советские криминальные наколки стали популярны за рубежом. А бренд «Вэтман» выпустил водолазку с принтами тюремных тату. Елена Кирушок рассказывает, из последних трендов ботанические мотивы – абстракция. Однако даже рисунок без конкретного сюжета требует индивидуального эскиза, который корректируется не один раз. Я в первую очередь смотрю на мышцы, потому что мышцы создают определенную форму и композицию на теле. И ты к ним привязываешься, и, ну, грубо говоря, они сдают ритм. И ты идешь за этими мышцами, выстраивая определенные формы. Ты чувствуешь себя чуточку хирургом, потому что кожа – это живой орган, который дышит, обновляется, меняется. Еще у каждого человека она разная. В принципе, когда рисую, может быть, несколько вариантов и переделываю по нескольку раз. Но на примерке бывает, что люди вносят правки, и мне приходится что-то переделывать. Такое бывает. Иногда я сама изъявляю желание что-то передвинуть или изменить размер. Впрочем, расставаться с украшением на теле некоторым все-таки приходится. Радикальный шаг – удаление лазером. Как правило, избавляются от тюремных армейских наколок. А вот от профессиональных тату не так часто. Мастера становятся все опытнее. Станислав Яковлев демонстрирует нам, как происходит этот процесс на примере цветной поверхности коробки. Лазер, по сути, никуда пигмент не девает, он его не удаляет, он его только расщепляет. А выводит его наш организм сам. Сравнить можно это, наверное, вот если резинку взять, вот так оттянуть и щелкнуть резинкой по коже. И вот таких вот выстрелов на какую-нибудь небольшую татуировку, 2-3 тысячи таких вот щелчков. Сегодня татуировка вовсе не обязательно отражение философских, социальных или политических взглядов. Рисунок не всегда хранит в себе символ. Для многих это чистый арт, где нет запретных сюжетов, а живым холстом для воплощения идей может стать любая часть тела. Что посмотреть в Омской области летом, где в регионе упал метеорит и почему деревню Окунево называют мистической? Обо всем этом мы поговорили с руководителем Туристского информационного центра Дарьей Шалдой. Куда лето можно поехать путешествовать по Омской области? Можно отправиться на юг на озеро Айвиты, увидеть гладь озера, искупаться в нем, обмазаться грязью, узнать о казанских традициях. Все это в таком мультикультурном туре очень интересно. Можно отправиться, наоборот, на север, это Муромсово, это Ленево, деревня Окунево, познакомиться, опять же, с другими традициями, увидеть абсолютно другую природу, другую культуру, искупаться в Таре, сплавиться по Таре. Отправиться на велосипедный тур, допустим, на известную всем Чернолуческо-Красноярскую зону отдыха. Мы привыкли там отдыхать, но, допустим, отправиться с велосипедом, проверить себя на прочность и, в принципе, заняться здоровым образом жизни. В этом году у нас какое-то небывалое количество людей, которые хотят поехать в Уст-Ишим, на самой север Омской области и узнать о том, что же у них есть интересного. Потому что там есть и уникальный авиатский скид, который можно посетить, где живет всего лишь один человек, это практически заброшенное место. И, в первую очередь, познакомиться с людьми, которые там живут, потому что люди, которые там остаются, они несут истинную культуру. Расскажите про Окунево, говорят, что такое мистическое место вместо силы. Считается, что именно там, именно это место, это пуп земли. Все умрет, а пуп земли останется, и это считается таким неким энергетическим центром. Поэтому человек, приезжая туда, конечно, он ищет именно эту энергию. И многие говорят, что за счет места, за счет его красоты, за счет людей, да, даже если кто-то не верит в это, все равно приезжает туда абсолютно другим человеком. Ну и плюс экскурсоводы, которые могут вас проводить к этим местам силы, тоже рассказывают вам о том, почему же именно это место является таким. И, конечно, вы тоже этим всем проникаетесь. Приезжая туда, вы не просто смотрите, да, там на искусственное что-то, а на людей, которые так реально живут. И тоже этим отчасти проникаетесь, либо просто, да, как исследователь изучаете и смотрите, что можно по-другому. По поводу озер, озера Ленева, вообще в том году уже начали реализовывать проект по экотропам. И в этом году еще один проект президентского гранта, а также эко-волонтеры, они в том числе и на озере Ленева, это все будет организовываться. Там есть эколого-туристская тропа, там есть великолепные средства размещения, где вы можете также остановиться как в домиках, так и с палаткой на берегу. Вы можете прогуляться по этой тропе, каждые выходные там проходят какие-то минимальные активности тоже, да, для привлечения туристов и для того, чтобы вы узнавали немножко больше. Есть даже какая-то легенда, связанная с метеоритами, что метеорит упал, и вот после его падения там образовались... Да, легенда именно такая, что озера метеоритного происхождения, ну, кто-то говорит, что это так, кто-то говорит, что это не так. Друзья, призываю всех приехать и самим посмотреть, так это или нет. Берег Дравер-то вот красивое место. Вообще Горьковский район, в принципе, это, да, красивое, уникальное место. Если у вас есть возможность поехать на своем транспорте, мы предлагаем делать именно это, потому что никакой тур, он не опишет, и, да, там, вы не сможете посетить все-все-все вместе, или, возможно, там, что-то вы не успеете посетить, поэтому берите автомобиль, скачивайте наш гайд по Горьковскому району, отправляйтесь туда и увидите вообще все красоты, которые там есть. Если бы вы, например, говорили о внутреннем туризме человеку, который не очень имеет представления об этом, как бы вы, так скажем, объяснили привлекательность Омской области с точки зрения туризма? Знаете, когда-то мне один очень интересный человек сказал, что Омск – это город-стол. Очень интересное сравнение, да, действительно, мы достаточно равнинные, и область у нас такая достаточно равнинная. И вот все наши уникальные и какие-то культурные обычаи, и исторические, и, естественно, природные – это такие явства на этом столе. И вот для того, чтобы понять, какая Омская область, вам нужно попробовать все. Поэтому вы должны съездить на север, на юг, на запад, на восток, далеко на север, близко на юг, попутешествовать по Омскому региону, узнать все-все-все, и только после этого вы можете составить свою картину, какая же она Омская область. Потому что для каждого она своя, и это очень здорово, потому что абсолютно любой человек может здесь найти то, что, возможно, не найдет нигде. Петелька за петелькой и клубок превращается в произведение искусства. Платья, сумки, шарфы Ольга Стрекалева экспериментирует с формами. Вязать девушка научилась еще в школе. Но потом надолго завязала с этим занятием, пока однажды не вдохновилась работами в интернете. Я сидела на лайфмастер и увидела, значит, первую какую-то вязаную сумку, которую делала мастерист, мне очень понравилось. Я решила взять это за идею и, в общем, воплотить. Она, конечно, была такая супер корявая, но мне безумно понравился вот этот весь, как бы, весь процесс. Есть очень крутой дизайнер американская Ула Джонсон. У меня есть такая мечта поработать с Ула Джонсом, потому что она для меня, не знаю, как Леонардо Довинича для художника. Но для меня вязание – это вот, ну, не знаю, это не инвентация. Это вот всегда такое абсолютное отстранение вот от всех вот каких-то бытовых вещей. Ну, от всего. Вот как бы ты вяжешь, ты в процессе. Ты живешь вот здесь и сейчас. Платье из шелковой пряжи, сумки из джута. Ольга работает только с натуральными материалами. Так изделия получаются более экологичными и комфортными в носке. Джут мне просто нравится, он тактильный, приятный. Он натуральный. Вот сейчас, когда вся вот эта история про эко, про натуральный материал, это вот как раз материал такого натурального, древесного происхождения. Ну, сейчас все стали относиться более осознанно к потреблению, там, ну, вообще, там, мы выбираем, там, натуральные материалы вместо пластика. Ну, я думаю, что это выйдет и на более широкую аудиторию, и я думаю, что люди к этому придут. Вязаные вещи ручной работы хранят тепло рук автора, поднимают настроение, дарят уют и комфорт и ощущение уникальности. Такой предмет гардероба может стать отличным подарком, особенным и неповторимым. Это птица высокого полета. В Книге рекордов России зарегистрирован случай, когда воздушный змей поднялся более чем на 100 метров над землей, а впервые его запустили еще во втором веке до нашей эры, совсем не в развлекательных целях. Воздушный змей долетел и до наших дней. Первых змеев делали в Китае, и, как ни странно, их делали с целью, военной целью для устрашения противников при войнах. Делали их разных форм, но любимая форма была дракон. В магазинах можно найти воздушных змеев любой формы, различных цветов и размеров. Но куда интереснее провести свободное время с пользой и самостоятельно построить летательный аппарат. Скелет будущего змея делают из деревянных заготовок. Две перекладины, склеенные между собой, затем соединительное кольцо и рукоятка. Все детали соединяются между собой капроновой нитью. После готовая конструкция помещается на пергамент. Края заклеиваются скотчем. Как хорошо получилось. Сейчас такое время, что очень многие дети, особенно мальчики, они как-то так не привыкли, не приучены работать руками. Я вот недавно во двор вышел со своими, у меня два мальчика, 4 и 7 лет, и мы взяли с собой лупу. И вот банально взяли лупу, на солнце я направил и, соответственно, начал жечь. И вокруг меня собрался весь двор, и все в удивлении, и говорят, да ну, да так не может быть. Я, говорит, в мультиках видел, но я не думал, что так может быть. Чего ты сегодня делал здесь? Нет, не ел. Я мастерила воздушного змея. Тебе понравилось? Да. Тебе было сложно? Нет, совсем. Нет, совсем? Что тебе запомнилось больше всего? Как вот тут вот склеивали скотчем. Воздушного змея принято считать символом благополучия и силы. А в Японии запуск змея – настоящий ритуал, проводимый для защиты от злых духов и несчастий. Но наш не полетел. Рожденный летать остался ползать. Из-за полного штиля. Верхом к победе, над собой. Здесь особенные дети забывают о своих проблемах. Александра едва дотягивается до лошади, но бесстрашно берет дело в свои руки. Перед прогулкой нужно непременно почистить животное. Именно так укрепляется дружба между человеком и лошадью. Девочка в седле с четырех лет. Восемь, она уже опытная наездница. Чтобы поворачиваться, вот так вот. Берешь, вот так вот тянешь, она туда идет. Вот сюда тянешь, туда идет. В процессе ничего сложного в этом нет. Лошади очень благоприятно влияют. И на моторику, и на эмоциональное развитие ребенка. Она очень любополюбила лошадей ухаживать, кормить, дружить. Чистить их, да? Что там еще вы делаете? Мечтает, когда вырастет, что она будет здесь работать, помогать. О пользе общения с этими животными известно еще с античных времен. В современной медицине этот метод стали использовать несколько десятилетий назад. В 1953 году произошло чудо. Женщина с диагнозом полиомиелит с помощью верховой езды смогла не только ходить, но и на паралимпийских играх получила серебряную медаль. С тех пор ипотерапия применяется в лечении многих заболеваний. Так как лошадь на 2 градуса, у нее температура выше, чем у человека, она разогревает мышцы. И за счет этого мышцы приходят в работу. Опять же, ребенку достаточно обнять лошадь, покормить. Вот это вот общение идет с лошадью. За катание. Благодаришь ее? Да. Это на следующий раз поставишь? Не бойся. Надо целоваться. Не буду это выцеловаться. Ты погладь. Специалисты уверяют, катание на лошадях – это то, что доктор прописал абсолютно для всех деток от 5 до 12 лет. Занятия верховой ездой укрепляют не только тело, но и дух, успокаивают гиперактивных малышей, дисциплинируют и воспитывают характер. Такие навыки будут не лишними во взрослой жизни. Ребенок может придумать сам какой-то элемент, его выполнять. Может уговорить, заставить лошадь его выполнять. Естественно, это умение добиваться своего, это умение ставить цели и достигать этих целей. Самостоятельно управлять лошадью – это новая вершина, которую предстоит взять ученикам и инструкторам. В рамках проекта «Верхом к победе» фонда «Радовесть», который получил президентский грант, здесь планируют заниматься адаптивным конным спортом. То есть дети с особенностями смогут на равных участвовать в скачках. И в этом главный целебный эффект – когда стираются границы, когда дети начинают верить в себя. Как отличить подделку от истинного произведения искусства? Узнаете в эту пятницу на телеканале «Продвижение». Авантюрная комедия «Гамбит» – это история о том, как один ценитель живописи пытается продать другому подделку картины Мане. Чем украшали серванты и какую посуду ставили на стол советские хозяйки? В субботу поднимем хрустальные бокалы. Их звон в свое время ценился на вес золота. Почему? Об этом расскажет Ольга Долгих в программе «Обратный отчет». Что бы вы сделали, если узнали, что жить осталось совсем немного? Герой фильма «Третья звезда» не захотел проводить это время в больничной палате. Он отправился в путешествие с друзьями, чтобы повеселиться в последний раз. В понедельник зрителей телеканала «Продвижение» ждет встреча с олимпийским чемпионом Алексеем Тищенко, герой очередного выпуска программы «Наши люди». Спортсмен расскажет о своем пути к титулу «Жизни после победы» и научит держать удар и на ринге, и в жизни. В среду телеканал «Продвижение» приглашает в темные лабиринты прошлого. Потеряв память, главная героиня начинает жизнь с белого листа, но в старых декорациях. Вспомнит ли она прошлое? Узнаете, включив телеканал «Продвижение» в 20.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова